Сначала не слыхали того, что им кричали и не видали акулу. Услыхали пронзительный визг. Что значит пронзительный визг? Очень громкий. Такой, что аж внутри тебе живот трясется. И мальчики поплыли в разные стороны. Ну что, это одни кроссовки мы купили, Дошкина Индоршуз. А это мы ему купили в Шоу Компани, но так как у них в тот момент, когда мы были в магазине, не было нашего размера. Но была модель, которую мы хотели. Модель, в принципе, такая же, как в прошлом году, но просто другая расцветка. У него была бордовая с черным, а это зеленая с черным. Так, продолжаем открывать. Не, не надо это открывать, уже оторвали это, сынок. Зачем это открывать? Вот здесь, отсюда, вытаскивай, это мешок, это просто завернутый. Разорви только прозрачный пакет. Так, сначала вытаскиваем коробочку Дольча Габбана. Так. Та-дам! Ну? I like them. Правда? Принеси на свои старые, мы потом их померяем, насколько больше эти, чем те старые. Габи, большие кроссовки у и дожки уже, да? Пятый размер. Да. И, look. Так, а ну, какой здесь размер написан? Да, пятый размер. Да, вот это old. Дай сюда мне вот новый один и один старый. Вот это вот старые, а это вот новые. Что-то как-то они выглядят одинаково по размеру. Немного, немного больше. Давай померяем, если что, мы можем поменять на шестой. Все, вот эти я купила шестой уже в Волмарте. Да, в Волмарте мы купили 35 долларов. И 70. Да, вытащи обязательно. А Габи свои показывает, новенькие, да? Ой, какие красивенькие у Габочки тоже, да? Адидасики. У Лисы тоже такие. Это перфект, это понятно, что они перфект, но они тебе как бы впритык или как бы проверять палец? А? Ну, мне нужно, чтобы они были не просто грейт, а чтобы действительно они были перфект. Вот, вторые тоже одень. Не надо шестой размер, Адаша, их? Шестой размер. Габи, ты пошла куда? Носочки одеть? Да. Будешь мерить нам кроссовочки? Да. Хорошо, Габи, иди, иди. Хорошо, иди, найди какие ты хочешь. Та-дам! И эти шои, которые я буду использовать для школы. Да. Только убери эти, я хочу сейчас посмотреть, как тебе в этих. Ну, приколичные, да? Теперь Габочка нам меряет. Только надо встать, не сидя, а встать с попки. Встать на ножки, да, и вот так одевать. Давай сама, а то тебе в школе самой нужно одеваться. Та-дам! Походи нам немножко. Боком. Стой, не так быстро. Боком повернись сюда. Так. Вот красотульки какие у нас. А принеси еще у тебя есть вторые, которые тебе бабушка прислала. Помнишь? Баба Ната. Баба Ната. Да, вот там внизу они стоят на полочке. Принесешь нам? Здесь? Да. Давайте? Да, принеси, мы их померим. О, Баба Ната. Да, иди. Вау! У меня был пинк и блэйт. Пинк и блэйт. И блэйт. Да? Блээк. Блээк. Да, давай померяем их. Снимем те и оденем эти. Так. Да, и так. Угу. Окей. Так, сначала застегни тот. Тот не, да, это уже все, можно одевать будет. Так, давай сейчас только нужно засунуть на место. Давай, то зайка тебе все самой нужно делать теперь самостоятельно будет. Да, это стоя надо делать, а не сидя. Встань на ножки, встань. Встань. Так. И вот так. Давай сама. Окей. И шалкает у меня на киндами. Угу. Молодец. Молодец. Все засунула. Ну, Латук, а поправь себе, чтобы все здесь у тебя хорошо было, удобно. Поправлять будешь хорошо себе? Да. В скул, да. Да, мой, Нат. Хорошо надо натянуть, хорошо, да. Стоя, стоя, встань. Вот, умничка, молодец. Готяп. Удобно? Да. Удобно в них? Да. Не надо быстро, не нужно быстро. Осторожно. Все, встань. Мы хотим посмотреть, как они смотрятся на твои ножки. Та-ра-ра. Ну, ножки красивые, ровненькие у Габи, да? Да, вот так мы ставим ножки. В носочки врозь я ее учу. Моя зайка красивая, да? Молодец, ура. Ну, все, все с обновками. Ура. Вышли на улицу. Мороженое детям хочу купить. Мы, как всегда, бежим на главную дорогу. Она, наверное, будет ехать возле нашего дома. Все, она возле нашего дома. Пошли. Так, не под колеса только, не под колеса. Иду. Габи, дай руку. Так, ванила кон. Ой, боже, сколько счастья. Машина с мороженым. Все, давайте будем покупать. Все. Все, к нам едет машинка. Поехали, да? Все, сейчас будут покупать. Смол. Hi, good, how are you? Смол и ванила, right? Ты тоже? For both of them. Довольны? One sprinkles? Ты тоже хочешь sprinkles? Нет, sprinkles. Тоже sprinkles? Да. Окей. Ты же, зайка? Да. Боже мой, тете денюжки дашь, хорошо? Потом начнешь кушать. Давай, габочка, к тебе возьмем, да, зайка? Да. Денюжки, да, денюжки. Спасибо. Спасибо. Скажи спасибо, Катый. Спасибо. Все, вот счастье будет. Это ну детское счастье. Спасибо. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Все, поехали домой. Рейнбоу айскрим, да, вот мороженое, все. Bye-bye, мороженое. Дайте Темку мне. Дайте Темочку мне. Это вам каникулы заканчиваются. Все, bye-bye, машинка. Пошли, пошли, мои смешные. Также понемножечку собираюсь сборами в садик. Я вот купила набор из таких вот черных фломастеров. Это permanent markers, которые рисуют на любых поверхностей. Написано, что это для любых поверхностей permanent marker. Вот это и фирма. Вот, я беру сейчас пакет зиплок и приготовила кое-какие вещи для переодежки для Габи в садик, которые будут все время там находиться. Одну футболочку, такие вот тайчики, ритузики. Такие вот типа шорты, юбка. Вот, может, если будет более прохладнее или более там такая погода. Это две пары трусиков и две пары носочков. На тот случай, если она промочит ноги или произойдет какая-то авария. Теперь вот в этом месте я напишу, что это Габриэль. Каждую вещь подписывать не буду, потому что максимум мне не жалко, если потеряются носки или трусы. Ну и штаны здесь, в принципе, не являются каким-то дорогим чем-то. Я пишу... Га-бри-эль. Вот. И теперь все будут знать, если этот пакет попадет случайно к другому ребенку какому-то, то все будут знать, что это Габиные вещи. Дальше речка. Пойдет о том, как я буду складывать Габочки ее пенал. Почему мы говорим сейчас о Габе, а не о Идо, потому что это все-таки впервые. И немножко у них все по-другому, чем у Идо. Что касается карандашей, фломастеров и так далее, у них все это в школе есть. Им все это предоставляют. Но мы тоже даем, чтобы она знала, что это что-то из дома, что у нее есть. Она всегда может что-то взять свое из своей сумки. Обязательно все нужно подписывать. И так как мы подписываем пенал. Я опять беру фломастер. Я беру, у меня есть наклеечки просто белые, еще старые запасы. Просто белая чистая наклейка. Здесь есть как раз такое место углубления, где была наклейка из магазина. Но я сюда вклеиваю нож и наклейку. Желательно это сделать ровно. Вот. И подписываю ее именем. Габриэль. Вы можете еще приклеить, если ваш ребенок любит какие-нибудь цветочки или что-то, чтобы было интересно. Это те карандаши, которые я нарисую дома. Я сейчас их переберу. Лишние, которые двойные и тройные цвета, я вытащу. Те, которые нужно будет подточить, буду точить с помощью вот этой вот электроточилкой. Вот. Очень удобная. Мы ее купили в Ванилике в Костке. Она стоила 17 долларов. Вот. Так что, в общем, она очень классная. Знаете, что есть готовые наклейки? Я в свое время и Доша заказывала. Вот. У меня здесь даже есть наклейки. Вы, наверное, видите. Это я еще в садике ему покупала. Видите, написано Идов Раймович. Это очень удобно клеить. Они не... С ними можно стирать. Они не смывают. Не состирываются с одеждой. Почти вся дорогая одежда. Такая, как куртки, ботинки, кроссовки, да. Вот. Шапки, пиджаки, какие-то жакеты. Все это наклеено вот этими наклейками. Это очень удобно. Стоит недешево, по-моему, 25 долларов. Но эти деньги стоят своего. Потому что, вот, считайте, этому уже 5 лет. И вот я только половину использовала. Вот. Но это еще зависит, конечно, от того, насколько вы активно пользуетесь. Но, в общем, это выгодно. Возможно, я Габи, когда уже она пойдет в школу, закажу такие наклейки. То есть, это должно быть на бутылке обязательно наклейка. Сейчас я вам покажу. Везде, 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 где вот, что может потеряться и могут перепутать. После, перед того, как я перебрала, это то, что мы оставим. Протерла антибактериальной салфеткой наш пенал. Изнутри. Вот это то, что у нас останется дома. И вот эти мелочки пойдут тоже внутрь. Сейчас я заточу все карандашики, которые нужно отточить. То же самое делаем с бутылочкой. Я беру и подписываю. И вот здесь на верхнюю часть. Я использую перманентный фломастер, который будет сохраняться, в общем-то, пока мы его не сдерим. Все, теперь будет ясно, что это бутылка Гавриэля. Так что у нас мальчик большой. И мы уже подписывать не нужно. Его пенцил кейс, пенал. Он у нас с прошлого года. Чем он удобен, его нужно вот так цеплять отдельно. За сумки, за любые. И за рюкзак. Он у нас хранится будет внутри. Делаю то же самое. В общем-то, общая ревизия. Стирательную резинку я оставляю пока что эту. Он ее любит. Она очень хорошо стирает, хотя у меня есть новая. Вот. Ее мы оставляем. Вот у него есть один для хайлайтер. Хайлайтер для подчеркивания каких-то важных заметок. Ну, в его работах. Здесь просто с другой стороны такой желтенький. Все это перманент. Ручка такая желтенькая, если что-то подписать. Все. Сейчас переберем только его карандаши тоже всех цветов. И обязательно отберем простой карандаш. Которого я здесь, кстати, не вижу. А вот простой карандаш есть. Их должно быть несколько простых карандашей. Вот таких. Вот сейчас мы его тоже заточим. И сложим в новый учебный год. Теперь у Душкина бутылочка. На нее тоже нужно наклеить. У него есть наклеечки, поэтому мы будем клеить. Готовую заготовку. Все. Клеим сверху. Почему сверху? Во-первых, наклейка очень маленькая. Но кто бы не взял эту бутылку, он будет видеть вот эту вот крышку. Вот. Поэтому. Вот тут видишь, что здесь написано. Идо Фраймович. Бутылочка для Идо тоже готова. Дальше рюкзак для Габи. Вот такой рюкзак. Мы уже даже привесили сюда для увеселения. Два таких человечка, смайлика. Значит, эмоджи такие. Значит, нужно подписать рюкзак тоже. Как мы подписываем рюкзаки? В дорогих рюкзаках вот здесь внутри есть место для подписания. Здесь есть такой квадратик нашитый. На него можно написать. В местах, где нету, вы либо можете наклеить наклейку, либо писать. Пишем здесь с двух сторон. С одной стороны мы пишем вот здесь, как бы на верхушке изнутри, потому что здесь белая ткань. И вот здесь. Пишем ее имя. Опять-таки не стирающимся фломастером. Перманент маркер, который не сотрется у нас. Пишем. Так, все. Подписали. Подписали. Рюкзак готов. У-ху! В принципе, рюкзак Идо я не подписывала никогда, но в качестве примера покажу. Значит, у него получается и оберточная сторона здесь, наизнанку которая, она черная, на ней не будет виден фломастер, и нет места, где писать. Можно либо написать вот здесь, наклеить наклейку, вот здесь, или вот здесь. Это то, чем мы будем заниматься. Мы будем клеить наклейку. С его именем. Белую наклейку из моих старых запасов. Боже мой, это у меня еще из Израиля. Я там уже сто лет вот этим наклейкам. Они невероятно удобные. Когда-то были куплены очень давно. и до F. Ну, других и до. Пока что еще всю нашу историю в Канаде мы не встретили, но колледж мы говорим об этом. И я вклеиваю вот здесь на внутренней стороне эту наклейку. Фломастер не сотрется. Будем надеяться, что наклейка не отклеится. А если она отклеится, мы приклеим другую. Вот так что теперь это тоже подписано. Дожкин тоже готов. Вот у него висит такой вот увеселительный мы ему прицепили кроссовочек маленький. Готово. Всех, получается, заинтриговала. Вчера говорят, ты ему. Все почему-то подумали, что я жду ребенка. Ой, ребята, если бы, если бы нет. К сожалению, пополнение пока что у нас не предвидится. И не намечается. Так что пока что нет. Но будут перемены происходить. Смотрите, это все кипит. Это моя жизнь. Какие-то изменения происходят. Но не то, чтобы это какие-то секретные вещи. Просто со временем я все буду понемножечку рассказывать. Не хочется просто слишком забегать на эти вперед. Говорить то, чего еще не будет. Происходит несколько вещей. Но, пожалуй, одну уже из них я могу рассказать. Потому что это так надвигается стремительно. У меня в ноябре уже давно планируется поездка в Израиль. Поэтому, вау, вот такая вот новость. Для меня это просто взрывная новость. Потому что у меня там не было более пяти лет. Встреча с друзьями это что-то, чего не могу дождаться. Но встреча с мамой это просто не обсуждается. Увидеть сам Израиль, близких, родных, друзей. Это то, ради чего я еду. Ну и коль мы уже здесь это обсуждаем. То, возможно, я даже сделаю, организую встречу с подписчиками. Так что, ребята, кто хочет встретиться, уже пишите сейчас, чтобы мы могли организовать. Если есть организаторы, добровольцы, которые могут помочь, пишите. В общем-то, я могу провести... Я думаю, что можно сделать в точках Байаршева, Аждот или Ашкелон, Ришон, Лицеон. Тель-Авив точно нет. Я думаю, что это будет крайняя точка. На север я не поеду. Вот. Так что, если есть кто-то из этих точек, организаторы, кто будет заинтересован, если есть люди, кто заинтересован встретиться, на такой встрече, пишите, потому что, если что, нам нужно спланировать вещи заранее. Все, ребятки, поэтому это был такой вот блок подготовки к школе. Желаю вам хорошей недели, хорошего конца недели, хороших выходных. Если вы в Канаде, happy labor day. И увидимся на следующей неделе. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать!